Привет, с вами Ольга! Сегодня будем готовить нежный торт молочная девочка. В моем приготовлении он будет с заварным кремом и сочетанием вкуса кокоса и тонкими нотками фундука ореха. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые интересные вкусные рецепты. Все ингредиенты также вы найдете под видео. Начнем готовить. Перед началом подготовки теста я включила разогреваться духовку, так как готовится оно быстро и уже нужно будет сразу выпекать. В миску вливаем яйца, добавляем соль. Все хорошо перемешиваем, то есть взбивать нам не надо, просто я это делаю миксером. Вы можете делать это венчиком, чем вам удобно. Добавляем сгущенное молоко и опять все хорошо перемешиваем. Муку соединяем с разрыхлителем, перемешиваем и просеиваем в массу. Снова все хорошо перемешиваем. Берем сливочное масло, растапливаем его. И добавляем в массу. И снова все хорошо перемешиваем до однородности. Так при запекании коржи не будут приставать. Ну, в принципе, вот так удобней. Можно без добавления масла. Тесто получается, как на оладьи. Можно выпекать на пергаментной бумаге, на силиконовом коврике. То есть я буду печь на пергаментной бумаге. И если у вас нет формы, как у меня, вот берем вот так тарелочку, обводим ее. Но формировать будем на другой стороне, то есть не там, где выводили. Отрезаем нужный кусочек и делаем для каждого коржа. Коржей будет 6, то есть нужно таких 6 кусочков. Перекладываем на противень. И распределяем тесто наше, как блинчик. Толщина примерно 3-4 миллиметра. Так вот хорошо, равномерно распределяем, чтобы корж был примерно одной толщины. И отправляем запекать на 5-7 минут. Вот так проделываем с оставшихся теста. Оно очень удобно и быстро формируется. Так запекаем все коржи. Первый корж испекся. Вот, пергаментная бумага отстает очень удобно, то есть она не прилипает. Все остальные коржи, когда будете испекать, не кладите их друг на друга. Обязательно кладите между ними чистую пергаментную бумагу, чтобы они из-за того, что в тесте сгущенное молоко, чтобы они не слиплись между собой, так как они еще теплые. Обрезаем концы коржей, выравнивая тем самым наш тортик. И вот немножко подгоревшее как бы тоже убираем. Я его не выбрасываю, его можно использовать. Я его так кушаю. Когда я была маленькая в детстве, я всегда эти самые вкусные кусочки забирала и кушала. Когда готовила мама или бабушка какой-нибудь вкусный торт. Вот, посмотрите, какие коржи красивые получаются. Они поднимаются при запекании из-за разрыхлителя. Тем временем, когда остальные коржи пекутся, мы сделаем крем. Берем сахар. Добавляем ванилин, по желанию. Кукурузный крахмал. Перемешиваем. И добавляем часть молока. И хорошо все перемешиваем. Берем сотейник с толстым дном. Выливаем туда оставшееся молоко. И ставим на средний огонь. И доводим до кипения. Образовавшуюся пленочку убираем. Как только вы видите, что оно закипает, сразу отставляем. И добавляем в него нашу первую подготовленную с крахмалом и сахаром смесь. Хорошо перемешиваем. И ставим на медленный огонь. Варим до готовности, до загустения. Стоянно, непрерывно помешивая. Как только крем начал густеть и появились первые бульбушки, сразу же отставляем. Накрываем пленочкой в контакт, чтобы не было корочки. И убираем в холодное место, чтобы крем стал комнатной температуры. Берем сливочное масло, тоже комнатной температуры. Вот смотрите, как его можно проверить, какое оно должно быть. Сливочное масло взбиваем. Вот такое станет белое масло у нас. Затем берем уже остывшее до комнатной температуры заварную смесь и добавляем в сливочное масло. Постепенно взбиваем. Добавляем оставшуюся заварную смесь и все хорошо перемешиваем. То есть крем у нас получается не сильно густой, но и не сильно жидкий. То есть средний такой. Берем орешки фундука и натираем на мелкой терке. Натираем его до половинки орешка. То есть половинку оставляем для украшения. Вот коржи у нас остыли. Уже все готовы, испечены. Подготавливаем блюдо. Дно смазываем немного кремом, чтобы корж не ерзал. При формировании тортика. И смазываем коржи нашим заварным, очень вкусным, ароматным кремом. Смазали один корж. Накрываем следующий корж. Смазываем второй корж хорошо. И уже его посыпаем ореховой стружкой. Следующий корж. Крем. И опять орешками. Следующий корж уже будет без орешков. Вверх накрываем. И смазываем бока хорошо, тщательно. И вверх. Вот такой тортик у нас получается. Сверху украшаем кокосовой стружкой. Это получается очень такой нежный, красивый. И украшаем нашими дольками, кусочками ореха. Вот так, смотрите, как красиво он смотрится. Такое легкое, простое украшение нашего торта. Отрезаем кусочек. Посмотрите, какой у нас в разрезе. То есть он пропитался полностью. Я его оставила на ночь. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!